тратить 10 20 30 минут для расчета ценного премиума если вам за это не платят или если вы получаете все равно в итоге какой-то диапазон место конкретного значения очень глупо как можно посчитать рыночный премиум существует разное количество способов это можно сделать самый простой естественно это взять просто посмотреть на разбивку продаж то есть какой процент продаж приходит с какой страны потом точно также обратиться к таблице до модарана и смотреть там рыночные премиумы для каждой страны получить в конце концов какое-то среднеизвешенное значение да то есть процент от продаж умноженное на рыночный премиум одной стороны 2 3 4 10 все это сложить получить среднеизвешенный рыночный премиум из него вычесть соответственно премиум штатов потому что Он будет самый низкий, потому что компания в основном американская. Таким образом, получим страновой премиум, который будет составлять не 1%, а 1,5% или 1,25%. В любом случае, это значение вряд ли будет сильно отличаться от того, что я в кавычках ввел сюда от балды. Теперь давайте перейдем к расчету среднезвестной ставки. То есть мы с вами определили стоимость акционерного капитала. Молодцы. Теперь нам нужно определить стоимость долгового капитала, то есть cost of debt. Потом получить среднезвестное значение всего этого. Таким образом, в итоге получить VAC. Перед тем, как мы это сделаем, давайте мы бету все-таки исправим на какое-то более высокое значение, там, например, на 0,5%, чтобы получить более вразумительную стоимость акционерного капитала, там, в районе 6%. Опять же, если вам интересно, можете сами взять, посчитать бету через регрессию. Как это сделать, можно посмотреть в бесчисленном количестве YouTube-видео. Либо просто посетить одну из наших лекций по DCF-моделированию, где мы этот показатель считаем вручную, показываем, соответственно, нашим слушателям. Окей. Как мы посчитаем VAC? То есть cost of equity у нас уже есть. Вот он рассчитан таким же образом. То есть мы просто линкуем это значение. Как посчитать пропорцию? Да, мы просто, по сути, берем рыночную капитализацию компании, делим на сумму рыночной капитализации и долга. То есть получаем так называемую, такой показатель, как общий капитал, total capital, который в данном случае определяется как рыночная капитализация плюс рыночная стоимость долга. Вот рыночную стоимость долга мы с вами не знаем. По крайней мере, у меня нет доступа к стоимости облигаций Walmart. И я также подозреваю, что большая часть его долга – это все равно долг банковский. Я не могу никак посмотреть, как банк оценивает долг Walmart сейчас на своем балансе. Поэтому мне это не очень интересно делать. Плюс я примерно понимаю, что долг на балансе не будет слишком сильно отличаться от своей рыночной стоимости. По крайней мере, для такой компании, как Walmart, которая не находится в каком-то критическом положении, когда ее долг имеет большую скидку к своей номинальной стоимости. Соответственно, чтобы посчитать долю долга в общем капитале, я заединиться просто вычитаю долю акционерного капитала. То есть, если акционерный капитал формирует 83% от всего капитала компании, то долг, соответственно, формирует в районе 17%. Последнее, что осталось – это посчитать стоимость долга и посчитать налоговую ставку эффективно. Как посчитать стоимость долга? Есть два способа. Один более сложный – это когда вы берете каждый транш долга. То есть, берете каждый кредит, который есть в компании, смотрите, сколько, какую доходность требует кредитора. Как правило, это у нас получается просто-напросто процентные платежи, деленные на номинальную стоимость. То есть, как бы просто ставка процентная. Суммируете все эти ставки с учетом доли каждого долга, каждого банда в общем долговом капитале и получаете это значение. Это делать не очень удобно, учитывая то, что у нас с вами нет информации по кредитному портфелю компании. Это можно, естественно, получить в примечаниях к ее финансовой отчетности, но этого мы делать с вами не будем слишком долго. Мы возьмем, по сути, размер процентных платежей, которые здесь включают в себя платежи по долгу, платежи по финансовому лизингу, и поделим на баланс этого долга. То есть, баланс этого долга – total debt. Получаем с вами значение 5,2% примерно годовых. Вот я знаю, что это не очень точно, но в целях экономии времени, и учитывая то, что, естественно, нам никто не платит за оценку Walmart, если вы сами это делаете по себе, вам тоже никто за это не платит. Высчитывать очень точные значения просто не стоит с точки зрения времени. Более того, опять же, как я говорил, в любом случае получаем какой-то диапазон значений для средней ставки, среднеизвешенной стоимости капитала. И в любом случае альтернативное какое-то значение, которое мы могли бы получить, потратив больше времени, все равно, скорее всего, попало бы в этот диапазон. Вот последнее, что стоит посмотреть, да, это эффективную налоговую ставку. Как ее посчитать? Посчитать ее очень просто. Вы заходите на income statement, то есть отчет о финансовых результатах, и просто-напросто берете, например, размер начисленных налогов в течение финансового периода, делитесь на доналоговую прибыль. Это, соответственно, вы все считаете для нескольких лет, в данном случае для 8 финансовых лет. И берете там либо какое-то последнее значение, да, там за 16-17 год, либо можно знать какое-то среднее значение. Вот я предлагаю взять последнее значение за 17 год, потому что последние два года эффективная ставка была примерно одинаковая. Вот это логично к тому же, потому что компании все пытаются уменьшить свою эффективную налоговую ставку. Это совсем уже отдельная история, да, это уже курс по налогам, который у нас также имеется в нашей библиотеке курсов с этой финансией. Как рассчитываются там эти налоги, это отдельно головная боль. Вот мы берем эффективную ставку, получаем 30% с копейками. И таким образом там эффективная стоимость долга получается чуть меньше. Последнее, что следует отметить, когда мы говорим про ВАГ, среднеизвестную стоимость капитала, да, это то, что мы считаем стоимость акционерного капитала без налогов, стоимость долгового капитала мы считаем с налогами. Почему это так? Дело в том, что мы, когда считаем стоимость капитала общего, да, должны считать или сравнивать, как говорится, яблоки с яблоками или бананы с бананами. Вот стоимость акционерного капитала навсегда после налоговой. Почему? Потому что если мы говорим про дивиденды, да, которые выплачиваются акционерам и формируют какую-то часть их доходности, то мы говорим про то, что дивиденды уже выплачиваются из чистой прибыли. Хотя с бухгалтерской точки зрения, с точки зрения реальности, да, это не совсем так, потому что дивиденды, по сути, просто выплачиваются из кэша. Вот, но обычно их примеряют или сравнивают с чистой прибылью. А когда мы говорим про проценты, которые выплачиваются кредиторам, то мы говорим про то, что они, соответственно, идут до налогов, которые компания уплачивает, и таким образом некорректно сравнивают доходность посленалоговую для акционеров с доходностью до налоговой для кредиторов. Чтобы у нас получались точные значения, мы, соответственно, очищаем эту доходность по долгу, доходность по кредиту от налогов, и таким образом мы получаем посленалоговую доходность для акционеров, посленалоговую доходность для кредиторов. Тогда мы можем брать уже среднеизвешенное значение для каждого рода доходности, для каждой составляющей капитала и получать в итоге среднеизвешенную ставку или среднеизвешенную стоимость капитала.